Всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. И я в текущем видео выполняю расклад по просьбе одной подписчицы. Для кого будет актуально этот расклад и для кого в принципе подойдет эта ситуация? Для тех, кто находится в непонятных качелеобразных отношениях, либо в разрыве. Объясню почему. То есть, если у вас все хорошо, нет смысла просматривать данное видео, либо если на текущий момент вы в принципе одинокие отношения нет, то это видео не для вас. То есть, в чем суть вопроса? Я выложу всего 8 вариантов и будем смотреть двумя арканами. Первый аркан у нас покажет, что происходит в вашей связи на текущий момент. И второй аркан, как даст вам совет, стоит ли вам развивать в целом эти взаимоотношения. Работать я сегодня буду колодой Influence of Angels. Это для тех, кто интересуется Таро. Покажу вам вот колоду. То есть, ваша задача визуализировать партнера, либо партнершу. Если знаете даты рождения, можете их проговорить, да, то есть своего партнера со второй половины. Но спросить, собственно говоря, у карт совет. Итак, напоминаю. Первая карта у нас будет показывать, что происходит в ваших отношениях на текущий момент. И второй аркан, в качестве совета, стоит ли вам эти отношения развивать. Давайте посмотрим. Так. Настарайтесь на восклад и будем с вами смотреть. Для тех, кто выбрал первый вариант. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой и восьмой вариант. Настраивайтесь, пожалуйста. Будем с вами смотреть и детально описывать ситуацию. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант. Что происходит на текущий момент в ваших отношениях? По данному аркану, здесь могут у кого-то, даже если особенно вы на текущий момент в браке, то это могут стать вопрос бракоразводного процесса. Если вы на текущий момент стоите в свободных отношениях, то здесь могли быть ссоры, перипетии. По аркану суд, это попытки эти отношения восстановить. Особенно, если у вас на текущий момент ситуация разрыва. Давайте посмотрим, стоит ли вам вкладываться в эти отношения. По шестерке Пентакли однозначно да. То есть, несмотря на все перипетии, которые у вас есть, карты говорят, что восстанавливайте, вкладывайтесь, потому что это необходимо вам обоим. Тут вы получаете равноценный энергообмен. То, что в ваших отношениях на текущий момент перипетии, так они бывают во всех связях, то есть арканы вам рекомендуют дать еще один шанс вашему союзу попытаться проработать те проблемы, которые есть на текущий момент, потому что ситуация взаимопомощи, она поможет вытянуть ваши отношения на новый уровень. Для тех, кто выбрал второй вариант, что могу здесь сказать? Ну, по пожелку кубков здесь идет ситуация неясности. Отношения могут быть на начальном этапе, поэтому из-за этого качелеобразные, либо неясные, потому что эмоции есть, чувства есть, то явно кто-то здесь их не показывает, ну, старается либо не проявлять, не показывать, либо пытается отношениями и эмоциями друг друга манипулировать. Особенно это характерно будет для тех, у кого отношения как вариант по переписке, потому что данная карта все-таки это карта сообщений, карта переписок, звонков, созвонов и так далее. Ну, давайте посмотрим, стоит или не стоит. Ну, по рыцарю жезлов, здесь отношения на страсти, повторюсь, особенно для тех, у кого, например, эти отношения на расстоянии. И сейчас дотянем еще карты. Смотрите, сейчас я вам протрактую, дотяну. Эмоции, влюбленность есть, страсти есть. Отношения это по второму варианту у людей чаще всего, либо, как я говорю, наездами, либо кто-то часто в разъездах, либо вы вообще можете жить в разных городах, в разных странах. И поэтому, как говорят арканы, вы считаете, что это безрезультативно, вы здесь отчаялись, вот, у ей старушка в печали, да, поставьте эти отношения на паузу, потому что вы не понимаете, нужно вам это или нет. Такая у вас сложилась ситуация. Но все же, как стоит или нет, перевернутый рыцарь Пентаклик о том, что вы устанете, либо вкладываться, либо чего-то здесь ждать. Особенно, если смотрит здесь женщина, то как проиграется ситуация. Женщина не видит отдачи со стороны мужчины, и поэтому опускает здесь руки. То есть, если здесь будут активные действия со стороны мужчины, тогда есть шанс их продолжать. Если вы видите, что отдачи нет, смело можете ставить точку. Если смотрит здесь мужчина, то вы здесь по связке этих карт не понимаете, для чего вам это нужно. Потому что вы, почему-то у вас такое ощущение, вот по связке этих арканов, что либо эта девушка не заслуживает вложения эмоциональных, финансовых, либо вы считаете это пустой или напрасной отратой времени и сил. А вас здесь еще по этой карте убивает ситуация расстояния. Повторюсь, что в большей степени проиграется для тех, кто на расстоянии. Потому что для себя, но вы не видите перспектив развития. Из-за того, что между вами города, либо страны. Но здесь вам нужно самому, либо самой решить. Потому что на самом деле, если люди хотят, это все преодолимо. Для тех, кто выбрал третий вариант. Между вами на текущий момент идет спад энергии. Энергия течет в обратное русло. Либо отношения слишком длительного характера, потому что здесь они уже сами по себе сходят на нет. Энергия, сексуальная тяга здесь уже, знаете, как себя изживает. Стоит ли вам продолжать эту связь, эти взаимоотношения? Карты говорят по дураку. Вы можете попытаться их возобновить. Но дело в том, что вот эта попытка выйти из ситуации кризиса, она как-то идет односторонней. Значит, примирение здесь возможно. Но по связке карт, если смотрит здесь девушка, вот эта попытка возобновить связь должна не идти с вашей стороны, не по вашей инициативе, а со стороны мужчины. А вы должны только эту инициативу поддержать. Если же эта инициатива будет только в одностороннем порядке с вашей стороны, то все это будет безрезультативным. То есть тот импульс должен идти от мужчины. Если будет наоборот, то вы наключитесь на стену непонимания. И это будет бесперспективная какая-то утрата времени и сил. Для тех, кто выбрал четвертый вариант. Но на данный момент вы можете здесь проходить в статусе бывшей партнерши, либо бывшей любовницы. Пошла ситуация разочарования, выяснения взаимоотношений, взаимных упреков и взаимных обид. Так, ну здесь что могу вам сказать? Понимаете, вот сколько бы вы эти отношения не вкладывались, отношения как-то в одностороннем формате. Особенно если у кого-то здесь ситуация служебного романа. Почему? Потому что мужчина здесь не свободен, это факт. Он пытается найти для себя новые эмоции, новые грани, горизонты. И вот видите, хочет формата свободных отношений. Я вам хочу сказать, если вас устраивают эти отношения без обязательств, и они вам удобны, выгодны, можете их развивать и продолжать. Если вы понимаете, что это вам приносит боль, болезненные ощущения, то ставьте здесь точку. Потому что на другой уровень, на другой формат, например, формат семейных взаимоотношений, к сожалению, эта связь не пройдет. Я здесь не зря оговариваю какие-то моменты по типу, бывшая любовница, либо ситуация служебного романа, чтобы вы могли узнать свою ситуацию. Если у вас так не отыгрывается, значит, это вообще не ваш вариант. Для тех, кто выбрал пятый вариант. На текущий момент у вас ситуация выбора. Это раз. Во-вторых, здесь попытки прийти к какому-то компромиссу, решить наболевшую ситуацию. Стоит ли вам это делать? Ну, как говорят карты, напрасно вы здесь закрываете глаза. По той простой причине, что это ситуация самообмана. Да, отношения кармические, отношения очень тяжелые. Но если вы хотите продолжать эти отношения быть на вторых ролях, потому что здесь вами явно пренебрегают, можете продолжать смело. Если вас такая позиция не устраивает, ставьте точку, потому что ситуация и смен обмана, и самообмана здесь никуда не уйдет. Здесь точно, знаете, вы сами себе как мазохист, либо мазохистка делаете больно. Поэтому арканы говорят, что это отношения, которые вас разрушают. Для тех, кто выбрал, у нас шестой вариант. Что здесь могу сказать? Здесь кто-то в ссоре, ситуация ностальгии, воспоминаний и желания примирения. Потому что вот ностальгия здесь берет свое эмоции, вас захлестывает, вот эти вот воспоминания, это эмоциональная и родственная привязанность. Что могу вам сказать? У кого-то здесь еще может проявляться ситуация, расстояние. Могу объяснить, что мужчина здесь не стремится, потому что мужчина здесь не свободен. Тут идет речь об отношениях к женатым. И для вас это нетипичный формат отношений, потому что приносит вам только разочарование. Расстались вы на конфликте, и карты говорят, что даже если вы восстановите связь, ситуация здесь не изменится по той простой причине, что от чего вы ушли, к тому вы придете. Снова взаимные упреки, снова выяснение взаимоотношений, и по факту расстаться с друзьями. Поэтому ностальгия, ностальгия, но не ядрите себе душу. К сожалению, эти отношения, они себя уже изжили. Для тех, кто выбрал седьмой вариант. Но здесь отношения на начальной стадии, потому что вот любовь-морковь, да, как бы, но люди могут не проявлять, либо не показывать свои чувства, либо просто бояться развивать эти отношения. Что же у нас здесь? Вот поэтому подвижшая такая ситуация, потому что пошли сомнения, стоит, либо не стоит. Но, как говорят карты, вот по десятке мечей, вот десятка мечей солнца сейчас мы дотянем, и старший аркан маг. Какой вот момент? Здесь могли быть ситуации разрыва, с целью манипуляции прощупать, как вы к человеку относитесь. Тут четко манипуляция проверки на чувства. А есть чувства, либо нет этих чувств. Поэтому была подвижшая ситуация, поэтому человек мог пропадать, не звонить, не писать, либо целенаправленно рвать эти отношения, дабы проманипулировать маме и вывести вас на какие-то эмоции. Итак, все же. Но по перевернутой башне могу вам сказать так. Вот эти манипуляции, они будут продолжаться длительный период. Вы просто устанете и махнете рукой, потому что здесь, вот вы вкладываетесь, есть эмоции, есть страсть. У вас какое-то незрелое отношение вашего партнера или партнерши, оно просто эмоционально измотает. Вы устанете и скажете, нет, мне таких нестабильных связей не нужно. И для тех, кто у нас выбрал здесь восьмой вариант. Здесь в прошлом умело место быть либо выяснение взаимоотношений, да, из-за третьей стороны, ибо из-за ситуации обмана. И, как говорят карты, у вас пошло полное разочарование в человеке. Видите, ситуация разбитого сердца. У кого-то даже любовный треугольник. По десятке Пентакли. Значит, скажу так. Если вы в статусе семьи, и у вас была семья с этим человеком, то стоит простить. Если вы в жизни статусе любовницы, однозначно уходить, потому что человек вернется в семью, и перспектив у вас здесь никаких, к сожалению. Поэтому вот такая у нас ситуация на повестке дня. Для кого-то, я не знаю, станет этот продуктивным экспресс-расклад, либо не станет. В любом случае, отписывайтесь, оставляйте обратную связь. Надеюсь, это вам поможет посмотреть, в принципе, на ситуацию со стороны. Я искренне благодарю вас за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова